Нету семьи. Забирайте людей, мы забираем ворота. Хотите к себе домой забирайте? А мы тут дома. Нет. Ну а что, ну а к чему ты? У нас работа второй день. Ну а что, ну как ты здесь? Начинаешь тут указывать людям, что им делать, что они по 20 лет уже здесь работают. Ну тогда начуйте здесь на рынке. Я ворота закрываю, я не выпущу тогда никого. Ну если мы поймаем какого-то постороннего человека, чини ковки. Оля, дело в том, что вот мы требуем Ольге Владимировне акт на землю, оригинал. Ну вот как-то не получается. Вы не имеете права требовать оригинал, нотариально заверите? Подождите, я вам нотариально, вам подходит нотариально заверенный? Нет. В суде, в суде я уже показала неоднократно, вы понимаете? Смотрите, в суде я показала неоднократно, правильно? Вы фирма. Подождите, вы заходите в рынок, вы четко видите, что написано, какой рынок. Я не хочу видеть, я хочу видеть документы, я тоже написано. Ну что можно сказать, люди? Ольга Владимировна, я хочу с вами заключить. Вот у вас все документы вывешала, все документы есть четко. Я хочу прийти с вами завтра заключить документы. Приходите, я вам все покажу оригинал. Вы можете меня выслушать? Приходите, приходите. Выслушать, вы можете меня? Есть документы, которые должны прилагаться к акту. Ну, для начала хотя бы акт на землю, оригинал. И решение сессии. Это 100%. Акт передачи земли. Все есть. И кадастровый номер. Да. Все, приходите, пожалуйста. Ольга Владимировна, я хочу, вот не только одна я хочу видеть. Мы хотим все вместе это увидеть. Почему мы должны по одному ходить? Ну, это... Что-то не адекватное, когда вы вместе. Простите, ну как мы у вас не работаем? Все, 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 все. Вот, что-то. Как же заместитель директора? Так что, спасибо. Хорошо, она ходила и по дню. Завтра будет заявление, что мы вам угрожали, вот как девушка. Она вам ничего не сказала, но вы уже написали заявление, что она вам угрожала. Если мы будем по одному ходить, вы на нас будете писать заявление. Ну что, подождите, Ладынинка пришли, все в ариментарии. Ой, это вы не слышите. Никаких проблем нет. Вы понимаете, вы понимаете, что вы себя ведете непорядочно. Вы по этому понимаете. Мы не ходим по цене, пишем на вас жалобы. Я вас оскорбила хоть раз? Не, ну вот, ну вот била. Ваша дочь говорит, что мы неадекватные. Ведете себя как вы? Ну что, мы бросаемся, мы обзываем, мы разговариваем. Потому что это эмоции играют. Ну что, Ольга Владимировна, хорошо. Ольга Владимировна, я неадекватная. Ну, может, предприниматель. Завтра, может, к вам подойдет репортер. Он увидит все документы. Снимет отдых. Если мы не в адеквате, пусть до нас донесут. Пожалуйста, пожалуйста, пусть приходят. Ольга, я извиняюсь по отчеству. Вы сможете завтра подойти, посмотреть документы? Но не ксерокс. Потому что ксерокс, ну, это бумажка. Да. Мы хотим видеть, потому что... Еще милиция пусть подойдет проверить у меня документы. Нет, я не хочу милиции, я не доверяю. Ну, к сожалению, так вот. Я уважаю милицию, а не да. Но я хочу вот просто независимые репортеры пусть подойдут. Посмотрят ваши документы, оригиналы. И мы без проблем придем, заключим договора, если они у вас есть. Пожалуйста. Хорошо. Мы все придем и заключим. Хорошо. Так может быть было это давно. Прийти, я приглашала всех вас. Ольга Владимировна, если бы я пришла к вам одна, вы бы со мной вот так сейчас не разговаривали. Я вам даю на все 500%. Никто только не приходил ко мне. Никогда в жизни. Ольга Владимировна, к вам мало кто приходит. Я никогда в жизни никого не проклинаю. Вы понимаете, пусть придут, люди посмотрят, и будет все нормально. Не переживайте. Я не переживаю, Ольга Владимировна. Нет, вы переживаете, я вижу. Ну просто вынести и показать документы. Вы понимаете, вы же здравомыслящий человек. Вы понимаете, что оригиналы никогда здесь не будут храниться. Ольга Владимировна, я могу сейчас открыть мюзит и показать все оригиналы. Я не боюсь. Доставать, доставать. Есть лифтингер у вас в магазине? Ну я еще в час ночи ключи от магазина не начинал. Мне оно так надо прям. Я принципиально покажу вам свои документы. Я не боюсь их показать, потому что они у меня есть. А я боюсь, потому что постоянно вырывали, рвали. Боюсь, это правда. Ольга Владимировна, вы не боитесь, что вы не видели, что это сделали. Делали как хочешь, и телевидение снимали, что хочешь. Если в суде бросались на меня. Ольга Владимировна, перестаньте, этот цирк бросали. Это не цирк. Пожалуйста, вот это хватит. Это все. Приходите. Он не будет вас тронуть, потому что он не опустится вот на такой уровень, чтобы вас тронуть. Я вам серьезно. Точно, вы правы. Значит, приходите. Приходите. Никто руки не будет нарать, абсолютно. Пожалуйста, приходите. Все документы покажу. А вы просто предоставьте документы, и все. Ну пожалуйста. А что сегодня произошло? Почему сегодня собрались предприниматели? Прокомментируйте, пожалуйста. А что буду комментировать? Людей приглашали, с 2013 года носим, приглашаем, приходите, пожалуйста, заключайте договора. Мы платим за все налоги. Законно вы стоите или не законно? Все творачиваются, говорят, мы в кооперативе. Как в кооперативе, если договора у кооператива нет? А сегодня что произошло? Не знаю, не знаю, ни с чем не произошло. Вот я пришла. Надо я скажу, что сегодня произошло. Сегодня мы ушли с рынка, у нас заключен договор на охрану с патриотом. Сегодня мы пришли вечером домой, и наших охранников, с которыми у нас заключен договор, красиво выставили за пределы рынка, и у нас новая охрана с Донецкой. Покажите на телевидении договор с заключенной, с охраной патриотом. Договор с какого года и на каких основаниях. Охрана патриот с вами заключила. А я лично покажу документы, я работаю здесь. А я вам покажу, что я оформленный и работаю. Покажите, вы мне покажите, Ирина Линник пусть покажет, вы покажите. Все, вы покажите, вы покажите, пожалуйста, такой договор, покажите. Мы все показывали. А на каком основании должны самозванцы находиться на рынке? А мы как не знаем документы? Я вам представлю, я вам представлю, я вам представлю. Поставили помбы на вот эту, где сидят охранники, и прислали новую охрану. Молодые парни, которые мы первый раз видим, с наколками какие-то. Мы боимся таким людям оставлять свои магазины. И мы пришли сюда, чтобы вернулась наша охрана. Они сказали, что по закону, милиция наша сказала, что так как еще и разбирательство с этой землей, с этим рынком, что не имеют права ни их охрана быть, ни наша охрана не имеют права быть. Но идите уже домой, но эту охрану они все равно оставляют. На чужих людей. Мы не можем оставить свои магазины и свой товар на вот этих людей. Нельзя зарабатывать деньги, не платить ни за что. Нельзя так, вы понимаете? Это человеческую собственность. А как это мы не сможем? А появление охраны, вы как объявите? Мы уже разобрались. А люди здесь не приезжают. Директор давно знает какие документы. В суды он бывает даже говорить не может в судах, потому что у него нет документов. Вы понимаете, самое смешное. Так, ребята, вы соберите... А где делся Сергей Николаевич Плющиков? Оля, вы соберите белым днем людей, соберите директора. Вы не кричите. Начальник службы безопасности, не кричите, пожалуйста. Я предложила всем предупреждать. И вы должны один раз разобраться, Оля. Я никому ничего не должна, поверьте. Нет, вы должны с людьми разобраться, потому что люди работают на вашу зарплату. Подождите, я приглашала людей. И на ваш трудовой стаж, чтобы вы знали. Подождите, никто... И на вашу будущую пенсию, Оля Владимировна. Да, представьте себе. У меня вопрос к вам. Я приглашала днем. Почему никто не пришел? Крайнюк, сколько раз подходили, пожалуйста, зайдите. Она говорит, не пойду, кто она такая. Почему так ведете? Не говорила, кто она такая. Я сказала... Мы молодо получали письма и все. Ну, пожалуйста, они в ходе. Собирайтесь. Ну, не говорила, кто такая. Не надо вот это уже говорить. Понимаете, это, между прочим, это территория, земля. Меской громады, то бишь наша. Вы тут 29 директоров вас раздвелось, и вы не можете между собой поделить. Вы имеете право торговать и не в легенде с лицензией. Там вообще другая. А лицензии на что? На батарейки? Не надо. Там есть. Вы там вообще не торгуете-то, наркотиками тяжело. Мы не торгуем ничем противозаконным. Мы торгуем продуктами, большая часть товаров для народа. У нас нет ни алкоголя, нет ни сигарет. Мы не торгуем ни наркотиками. Ничем мы не торгуем. Нет, если кто-то здесь не работает без документов, то пусть они боятся. А те, у которых есть документы, извините меня, мы платим. Почему-то торгуют без документов на рынке. Давайте, мы договорились так. Завтра приходит человек, вы доверяете этому человеку. Приходит, я все документы показываю. Все решения судов показываю. Все получили пакет, только подождите. Ольга Владимировна, одновременно документ на землю. Подождите, нет, что вы. Ольга Владимировна, на основании чего вы осуществляете предпринимательскую деятельность? У меня вопрос к вам. Рынок сдан в эксплуатацию, самый главный документ. Нет, рынок сдан в эксплуатацию, продуктовый рынок химиков в 1997 году. Не сдан, да, он не был сдан до конца. Завтра человек придет, я все покажу в документах. Где четко написано частная собственность, кто, какой адрес. У нас официальная запросить, какой частный собственность. Вы доверяете человеку? Я прошу. Все, я жду вас в 10 часов. Пожалуйста, приходите, все документы покажу. Потому что в 11 у меня суд Федоренко. Поэтому обязательно объявить надо. А вы не знаете, что завтра суда не будет, потому что Асанова в отпуске? Нет, суд будет. Во сколько, скажите, чтобы мы знали? А что вы так все знаете, а мы не знаем, смотрите. Суд открытый или закрытый? Закрытый, открытый. Завтра мы пригласим тогда репост. Пусть снимают и смотрят правильные решения, как в суде выносят. И будем смотреть, как вы проплачиваете суды и что вы решаете в наших жизненных ситуациях. Понимаете? Будем решать, как вы правильно выигрываете суды. Правильно. Правильно. Надо подумать за это, понимаете? Я уже, знаете, мне думать, мне надо сейчас думать, чем моего ребенка мне кормить. Благодаря вам. Вам благодаря. Ваши, ваши работают и все отлично. Все хорошо. И вы кормите своих детей. Я сказала, директоров. Подождите, Оля, здесь, между прочим, очень спорный вопрос. Чего вы раздеребанили? Ребята, соберитесь между собой, сделайте так, которые нахомщим. И платите весь полком за землю. Будет один хозяин, один будет рынок. К административной ответственности за курение, либо за какие-то нарушения общественного порядка, рынок в данной ситуации не работает. Здесь хозяйственная деятельность. Единственное, кто здесь может быть потерпевший в данной ситуации, это охранная фирма, я так понимаю, которая ходит с надписью ПТРУ. Кем они есть, это другой уже вопрос, как бы, это вопрос для разбирательства. То есть, по большому счету, если считают, что нарушены были права, то есть их принудительно выдворили отсюда, то они обязаны прийти и написать заявление. Я так понимаю. Все правильно, цивилизованно. Почему? Потому что, если сейчас будет поврежден какой-либо объект, а здесь будут находиться две охраны, которые воюют между собой, фактически. Мы не воюем. Давайте. Хорошо, не воюют, которые дружат между собой. И в конечном итоге, просто-напросто, какие-то ролеты будут утром повреждены, тогда, извиняюсь за выражение, не с кого будет и спросить. То есть, я считаю, что здесь в любом случае должен остаться кто-то один. Если каждый предприниматель считает, что именно его могут быть имущественные права ущемлены, то я считаю, что этот предприниматель может как-то или остаться, или обеспечить охрану, допустим, своему имуществу. Хотя я, если честно, я думаю, что здесь не будет такой ситуации, чтобы кто-то специально кого-то провоцировал на... А почему вы принимаете сторону твоей охраны? Ну а как? Нашу охрану выгнали с рынка. Я не принимаю стороны. Я не принимаю стороны. Понимаете? Вы опять спрашиваете с меня. Вы спрашиваете с меня. Вы спрашиваете с меня, у меня вопрос, почему, подождите, секундочку, секундочку, по большому счету, у вас заключен договор на охрану с фирмой, почему сейчас этой фирмы здесь нет? Вопросов нет, пускай он подойдет, напишет заявление, я же ничего против, я же сказал сразу, если кто-то считает, что чьи-то права сейчас ущемлены, подойдите, напишите, пожалуйста, право нас, заявление. Есть лицензия, ну так как и у нас акт, так и у них лицензия, ну не смешно, вы понимаете? Нам действительно не смешно, Ольга Владимировна, нам очень не смешно. Милиция здесь находится сейчас для охраны общественного порядка, для охраны общественного порядка, понимаете? Я сейчас не собираюсь принимать законное решение какое-то в одну или другую сторону. Но опять же вы сейчас вынесли решение. Я не выносил решение никому, я говорю еще раз. Вы собрались предприниматели, которые нарушены наши права, мы хотим, чтобы наша охрана охраняла наши объекты. Пожалуйста, подойдите, напишите заявление, опять-таки. Что написать? Напишите заявление, что вашу охрану незаконно выгнали из территории рынка. Почему мы должны писать? Я не выгоняла свою охрану. Правильно, поэтому я еще раз говорю, поэтому они должны написать. Вы стоите с нами, мы у вас помощь просим. Наша охрана должна охранять не выяснение отношений. Я думаю, вы мне сейчас предлагаете вмешаться в хозяйственную деятельность, субъектов, субъектов предпринимательства, стать между вами и принять одну либо другую сторону. Я не принимаю ни одну, но вы сказали, что остается одна охрана, а вторая уходит. Остается и та охрана, и та. Иначе они не уйдут. Я не уйдю. Если есть запись моего разговора, я этого не говорил и не собираюсь говорить. Нет, вы предъявите, по-моему, сказали, что остается та охрана. Почему я начала возмущаться? Сказала, пока наша не останется, мы не уйдем. Говорили вы. Я сказал, что данный разговор должен происходить между охраной. Ваши претензии должны сейчас... Вы сейчас должны просто-напросто переговорить с сотрудниками охраны, договориться с какого-то консенсуса. Понимаете? Либо просто-напросто выбирать активистов, которые будут здесь находиться на охране. Если, допустим, вы не доверяете им, что они не могут подойти и разорваться об этом. Что доверять, как доверять? Все. Сегодня появились... На одной территории, на одной территории находятся два этого. Это все потому, что, знаете, соседи по площадке, один выпустит свою собаку, другой свою собаку, понимаете? Я не провожу никакую аналогию. Ну подождите, как оно тогда в этой ситуации... Что, так никто не должен выходить на площадку или что? Патриот находится. Вам не кажется, что просто-напросто надо договориться? Хозяевам... Патриот находится здесь. Я без понятия, о чем говорим. Какая пара фирма? Для того, чтобы просто как будет осуществлена охрана сегодня вечером. Правильно? Без понятия, о чем речь идет. Есть патриот, охрана. Какая? Что еще придумать? Хорошо, где она? Патриот, где его Коля? Где наша охрана, патриот? Где Коля, идите сюда. Светкой, куда вы, Наташкой, дрались. А вы скажите, на каких основаниях милиция опечатала охрану патриот? Вот там опечатано. Он не может зайти на свой пост. Тут же совсем по-другому сюжет закручил. Милиция ничего не опечатывала. Милиция, нам сказали, что милиция опечатала. Идет расследование, уголовное дело возбуждено. Ну кто опечатал? Милиция опечатала? Ну идет расследование. Хорошо, милиция опечатала. Ну пойдите посмотрите, кто опечатал. Идет расследование. Надо же следователь смотрит за это все. Милиция опечатала. А как? Они даже не знают, что они опечатала. Я еще раз говорю. Милиция ничего не опечатала. Как ничего не опечатала? Значит мы пойдем снимем эти наклейки. Идемте глянем. Идемте глянем. Вот печать можно рассмотреть. У меня есть Южненский, Миски, Видел управления. Украины, Одесский область. А что это вы? Я про это ничего не знаю. Ну что, конечно, мы здесь не находимся. Вы пришли, открыли свой магазин и все. И расписывали сегодня даже еще. После всего мы не при делах. Я не был на смене. Я не был на смене. Был на паре. После всего. А что у вас опечатывали? Тут милиция опечатывала. А? У кого спрашивали? У вас вообще. У милиции. Нет, я у вас спрашиваю. Вы охранник? А что милиция опечатывала? Опечатывали органы. Какие? Они вас опечатывали. А кто это опечатывал? Я вообще за это. Милиция кто опечатывал? Что такое? То есть насильно нас заставляют сидеть кудряться. Правильно я понимаю? Да. У нас потихонечку подходит. Милиция ничего не знает. Охрана новая. А когда это опечатывали? Позавчера. Позавчера.